Можно уточнить по поводу Старый Прискник и... Нет, не Старый, это поворот, а Старый Прискник и бывший территорий. Если прям нет, и бывший территорий дачи. Сейчас, если мы проезжаем Радугу после поворот на левую, в районе дачи по массиву, там бывшая заброшенная территория, она муниципальная, насколько я знаю, она только с Валеньей, там все от этих историй, которые... Там несколько незаконных городов, откуда машины, вереницы, не убивают. Вы сейчас про дачи пески говорите? Нет, я сейчас говорю про рост на Старый Прискник. Ну, на Старый Прискник просто могу сориентироваться. Ну, я понял, едем на Старый Прискник. Да, мы идем направо, проезжаем на Радугу. Да, с левой стороны. А с правой стороны там у нас есть как бы земель. Да, это очень будет снеговая. Напосле нее сразу поворот налево. И вот там, на территории, бывший заброшенный, там мы идем выбор. Коллеги, честно скажу, не готов этот вопрос прокомментировать, вот именно по этой территории я пройду обязательно буквально завтра или в субботу посмотрю. Николай Числавович, прошу прямо подпометить. Не отвечу. Не отвечу, потому что, может быть, где-то пропустил какой-то момент. Обязательно пройду посмотрю и дам комментарий в этом направлении. По поводу карьеры, про которую мы с вами говорим, это Красный Яр, стрелок, если не ошибаюсь, Игорь Валентинович, там, да, как бы занимается этим объектом. Сейчас я не помню юридически на кого он там оформлен, этот объект. Мы неоднократно обращались с органами прокуратуры в этом направлении, транспортную инспекцию для того, чтобы там замеряли тоннаж по осям на грузовике, потому что он не соблюдается, так предполагаю. Наш контроль работает с этим объектом. Проблема, она есть, там часть документов они нам предоставили, потому что у них есть лицензия на недропользование, на разработку этого карьера. Они не сменили назначение, часть документов мы у них запросили, часть документов они предоставили, как бы. Вопрос повторно сейчас проработаем, пригласим, как бы готов открыто пригласить и юридическое лицо, кто занимается, пригласить вас, органы прокуратуры, для того, чтобы мы этот вопрос разобрали. И самый основной момент, если там не сменили назначение, меня интересует тоннажность этой техники, которая у нас передвигается по нашим дорогам, потому что в этом году, вы знаете, что дорогу в сторону Лазурного отремонтировали за счет бюджетных денежных средств. И то бетонное покрытие, которое там было сделано еще при строительстве этих конерских лагерей, оно было, ну, скажем, в неплохом состоянии. Если мы сейчас бы положили по один слой асфальта и сделали там ямочный ремонт, то он прослужил бы, я думаю, еще лет как 10-15 как минимум. А то, что там сегодня работает вот эта тоннажная техника, конечно, будет ее продавливать. Повторно обращусь в Росавтодор, в Росавтодор, в транспортную инспекцию, кто занимается этим вопросом, для того, чтобы там, может быть, поставили весовой контроль, каким-то образом этот вопрос отслеживали. Потому что, если без их помощи, к сожалению, у нас не хватает наших полномочий для контроля вот этой техники, для тоннажа. Но проблема серьезная, потому что, если обратить внимание, там сделали часть защитного слоя от Ивановки в сторону Красного Яра в рамках областных полномочий. Надеюсь, что в дальнейшем мы все-таки этот защитный слой доведем до развилки на Красный Яр, на Пионерские лагеря. Эта дорога будет закончена. Если говорить о дороге, которая проходит у нас через мусорный полигон, в этом году также там был сделан защитный слой. И сегодня многие жители пользуются этим направлением, потому что оно сокращает движение в сторону Саратова на 10 минут практически.